Приветствую вас, Елена, давайте разберем ваш вопрос. В нем есть несколько моментов, на которые, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. Первое, это то, что вам явно не хватает внимания как жену, как женщине, о себе. То есть вы явно нуждаете в твое внимание мужчине, вот явно вам хочется, чтобы побольше, ну, побольше мужчин к вам относилось, вот, так, в позитивном ключе, вот. И, соответственно, я это понимаю, вопрос в том, каким образом вы к этому пришли, да? То есть, вот, как вы пришли к тому, что вам нужно внимание, а мужчин, да, и что вам не все равно, как на вас смотрят уже начальника. Вот, то есть, я бы сказал, что здесь у вас, помимо того, что вы себя, вероятно, не чувствуете реализованно как женщина, но, вот, помимо этого, у вас есть трудности во взаимоотношениях с вашим мужем, вероятно, вот. А, у вас есть сложности с этим, как мне кажется, вот, у вас есть сложности в искренности с ним, в близости с ним, вот, и, соответственно, если это действительно так, то с этим нужно работать. То есть, можно и нужно гармонизировать ваши отношения. Вот, но только в том случае, если вы этого сами хотите, если вы этого сами не хотите, то, понятное дело, что ничего гармонизировать, в принципе, наверно, наверно, не выйдет, да и не нужно. Вот, потому что, ну, какой-то смысл гармонизировать, если вы, там, словно говоря, не хотите в этом направлении, что вот, ну, двигаться, да, вы не хотите в этом направлении, что-то делать и так далее и так далее. Вот, и нет, поймите правильно, вы не должны, вы не должны. Я говорю больше именно про то, что может вам помочь, а не про то, что вы должны делать, например. Поэтому, один раз хотел бы сразу эти вещи развести, чтобы они не совмещались. Мне кажется, что гармонизировав отношения со своим мужем, вы могли бы, в принципе, не реагировать вот так на эту ситуацию. На эту ситуацию с начальником, да, на эту ситуацию с другим мужчиной, скажем так. Вот. Мне, думается, такой ответ можно вам дать. Я, конечно, не знаю, как вы на это отреагируете, я, конечно, не знаю, не могу знать, как вы это воспримите. Вот. Потому что вы нас, собственно, спрашиваете это, как вам быть, а как вам быть, чтобы что, чтобы на вас волком не смотрели. Ну, это такая защитная реакция у мужчин, вот. И реакция, в принципе, ну, вполне естественно, что еще делать, если что-то нравится, да. А взять это, ну, мягко говоря, невозможно. То есть, ну, невозможно. В данном случае для вашего начальника с вами, там, как-то вот, сблизиться. Ну, например. Например. Невозможно, да. Вот. И так далее. То есть, это все вот, такие достаточно, ну, достаточно важные моменты, как мне кажется, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что это, ну, словно говоря, напрямую вас касается. Напрямую, 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 напрямую вас это касается. Вот. Вот так вот, я думаю, можно здесь вам прокомментировать. То, что вы, значит, ну, то, как я вижу проблемы ваши, скажем так. Вот. А уже вы сами, на мой взгляд, могли бы решить, как вам двигаться дальше. То есть, вы сами, на мой взгляд, могли бы решить, в каком направлении вам двигаться. Вот. Вы сами могли бы решить, с чего вы хотите, вы сами могли бы решить, в каком направлении вам... поступать и так далее. Вот. Это то, что под вашу, мне кажется, личную ответственность можно решить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. Постарайтесь разобраться в себе. Это достаточно важно. Вот. Если мы говорим, ну, в контексте восприятия данной ситуации. Вот. Подумайте о себе. Правда. Это очень важный, мне кажется, момент для вас. Вот. И для вашей семьи. То, что там сейчас получается, что вы хотите просто как-то, знаете, собрать мужчин. То есть, вот прям побольше мужчин вы хотите собрать. Ну. Как бы. Это ограничивает вас, это ограничивает, в принципе, и людей рядом с вами. Ну. Как бы. Сводит их от ценностей. Да-да. Немножко. Немножко. Немножко не туда. Как мне кажется. По крайней мере. Вот. А. Пока вот старая. Ну. Надеюсь, вам это было интереснее. Надеюсь, вам это было полезнее. Надеюсь, у вас какая-то обратная связь возникнет в ответ на мой ответ. Вот. А. Очень очевидно, что у вас есть трудности с мужем этим. Трудности у вас, они, как бы, идут с моим. То есть, на мой взгляд, вот, то, что происходит, это такой способ с ними справляться, вот, с трудностями мужа. С мужем. С трудностями с мужем. Простите. Вот. А. Да. На мой взгляд, такой способ, вот, такой, такой способ справляться. Вот. Но, что что-то не решает проблемы, вот это, мне кажется, совершенно очевидно. Вот. И уже многое зависит от вас, хотите ли вы эту проблему реально решать, или вы хотите просто от нее бегать, потому что если хотите просто бегать, ну. Опять же, психолог и психологическая помощь вам, как мне кажется, вам для этого не нужна. психологическая помощь от слова совсем. Вот. И, напротив, если вы хотите себе разобраться, то просто психологическая помощь в этом случае вам более чем пригодится. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вам более чем пригодится в этом случае помощь психолог. Вот. Ну. При услуге, если вы этого хотите постараться. Вот. А. То, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть за годы работы. Вот. Я могу сказать, что вы в целом не привыкли, конечно, к себе приспочиваться. Вот. Что, что, безусловно, печально. Печально. Как мне кажется, очень печально. А, вот. А, ну, опять же, это, в принципе, корректируется. Желаю вам удачи. Всего самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.